Привет! Добро пожаловать еще в одно видео, где я пытаюсь не сойти с ума от экзаменов. Я сейчас учусь на четвертом курсе в Великобритании на астрофизика, и в этом видео я вам покажу, как я провожу один из моих дней во время экзамена. Если что, извиняюсь за мой голос, я тут решила от нечего делать, поболеть ковидом немного. Сегодня суббота, и у меня сессия. Я сегодня попыталась, я на самом деле уже который день пытаюсь встать, хотя бы в 8. Проснулся в 7.30, встать в 8. Но каждый раз я выключаю будильник и сплю до 9. Мое тело просто пытается мне что-то сказать, намекнуть, что нужно больше отдыхать. Вчера я настолько устала, потому что у меня в понедельник экзамен, потом на следующей неделе в четверг дедлайн по курсовой. По теоретической физике, и потом у меня еще дедлайн по программированию. В общем, я настолько вчера устала, что я решила просто пойти в кровать и смотреть различные видео про животных. И мне помогло на самом деле. Прислушивайтесь к своему телу, к своему здоровью, особенно во время экзамена, потому что это очень стрессовый период, и очень легко себе навредить, выгореть, навредить здоровью, психике, поэтому обязательно прислушивайтесь к себе. Но сегодня я вроде бы отдохнула, хоть я опять встала не в 7, но ничего страшного. Опять продолжаем готовиться к экзаменам. Сегодня я буду готовиться к экзаменам по наблюдательной астрономии, и мне нужно будет сделать summary, то есть как бы шпаргалку на лист А4 по всему чему, что мы проходили. Как раз я заодно повторю. И сегодня у меня еще нужно будет попробовать решить две задачи, потому что по теоретической физике, в принципе, у меня готовая курсовая, там где мы задачи решаем, но есть две задачи, которые никто не может решить у нас в классе, вообще никто. Я продолжаю, я не сдаюсь, пытаюсь решить, то пока ничего не получается, может быть, сегодня какой-то прогресс я сделаю. И также программирование. Обычно я, когда встаю, я люблю прям сразу приступить к работе, потому что у меня как-то мозг очень свежий и легко мне все решается. Только потом, где-нибудь через час, я уже начинаю завтракать, пить чай. Перед тем, как начать работать, я обычно планирую свой день и расписываю все свои дела в Google Calendar. Так, кстати, о программировании. Мне сейчас нужно понять вообще, с чего мне начать. Курсовой мне нужно будет, я в принципе знаю, что мне нужно будет делать. Мне нужно использовать машинное обучение и учить нейронные сети, чтобы находить в данных нейтронные звезды. И на самом деле, это очень полезный навык, потому что даже везде, когда я подавала в аспирантуру, конечно же, программирование, это сейчас не плюс твоему себе, а просто необходимость. В принципе, программирование очень-очень-очень много используется в астрономии. Сейчас big data, big universe, как говорится. Если вы тоже хотите освоить навыки программирования, то я советую познакомиться с образовательной платформой Skillbox. Сейчас, кстати, ребята на 7 дней открывают бесплатный доступ к своим курсам и интенсивам. Попробовать себя в остребованной профессии можно будет по следующим направлениям. Программирование, дизайн, маркетинг, игры, управление и мультимедиа. Если вам все-таки интересно программирование, то вы сможете познакомиться с Python, Java, C Sharp. Вы сможете выбрать подходящий язык программирования, который нравится именно вам, и узнать о перспективах работы разработчика. Также вы поймете, как начать все-таки свой карьерный путь. Также вы сможете познакомиться не только с диджитал профессиями как программирование, но и также с творческими оффлайн профессиями. Например, дизайн-декоратор, флорист и даже ландшафтный дизайнер. Итак, что нужно сделать, чтобы получить доступ к бесплатным курсам? Во-первых, выберите интересный вам курс. Заполните заявку и ждите приглашения в систему обучения Scalebox. Вы сможете решить, интереса ли вам та или иная профессия абсолютно бесплатно и всего за 7 дней. Я очень советую перейти вам по ссылке в описании и ознакомиться с курсами поподробнее. Не упустите эту возможность. Я решила начать свой день с подготовки к экзамену по наблюдательной астрономии, выписать все ключевые формулы, все ключевые понятия, чтобы все уложилось в голове. На самом деле, когда я пишу такие summary, это мне помогает не только повторить материал, но и понять, какие темы я хуже понимаю и на какие темы мне стоит обратить больше внимания. А тут ко мне соседский котик пришел. И, наконец, я решила сделать себе чай, позавтракать, взять небольшой перерыв. Взяла я часовой перерыв. И на самом деле мне это очень помогло, потому что, если бы я дальше продолжала без перерыва работать, я бы сошла с ума. И сейчас я буду пытаться все-таки решить эти две задачи. Кому интересно, вот это одна задача, и вот вторая задача. Тут я безрезультатно уже шестой день пытаюсь решить эти задачи. И, спойлер, у меня так и не получилось их решить. Я уже перепробовала все методы, и я до сих пор не могу решить. И в конце дня я решила позаниматься программированием, точнее машинным обучением. Сегодня уже 31 января. У меня прошел мой первый и последний экзамен в этом году. Потому что по двум другим у меня курсовые, по двум другим предметам. И по предмету наблюдательной астрономии у меня экзамен. Он шел полтора часа. И у меня очень смешное чувство, потому что, с одной стороны, вроде прошло все нормально, но, с другой стороны, я потеряла несколько маркс на статистике и теории вероятности. Я терпеть не могу статистику и теорию вероятности. Вот. Можно заметить, по-моему, экзамену и всему, где связана эта статистика. Вот. И поэтому я не смогла решить, мне кажется, несколько задач там. Но, в принципе, плюс-минус нормально. Я думаю, что... Ну, 4 у меня точно будет 100%. На 5, я думаю, что может дойти до пятерки. Но посмотрим. Оценки будут в феврале. И я, конечно же, вам сообщу. Я сейчас пойду отдыхать, потому что я очень-очень сильно переволновалась. У меня это... Я все ладонью вспотели. Но сейчас можно наконец-то отдохнуть. И теперь мне только надо будет подготовиться к программированию. Надеюсь, это видео вам как-то помогло. Я не знаю. Ну, по крайней мере, у тех, у кого экзамены сейчас, я вам желаю удачи. Мы с вами все сможем. Не забывайте, что кроме вас экзамены сдают огромное количество людей по всему миру, во всех странах. В университете, в школе, везде. Поэтому мы все в одной тарелке, и мы все сможем сделать. Так что, да. Короче, спасибо большое, что посмотрели это видео. Увидимся в следующем. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...